Благороднейшее из изящных искусств. Так в исламе еще в древности называли каллиграфию. Это искусство почиталось за то, что сохраняло послание Корана для потомков. Удивительно, но те, кто вручную переписывает главную книгу всех мусульман, все еще есть в нашем цифровом мире. Семья каллиграфов Салиевых из Узбекистана уже много лет хранит древние традиции такой письменности. Хабибу Лос-Али даже создал свой стиль, который принес ему славу в исламском мире. Здесь мы можем увидеть первый стиль, называется хиджази. Хиджази – это первое имя Мекки, солдовской морали. И первый Коран написан на этом стиле. Две стили называются куфи. Куфи мозаичные. В основном, в Средней Азии, эти стили используются для украшения минаретов и портальных надписей. Каждое письмо и буква таят в себе целую историю. В арабском алфавите можно проследить тысячелетнее развитие мусульманского Востока и Средней Азии. Мухаммад Салиев – художник, который превращает буквы в настоящее произведение искусства. Символ радости. Потому что сама по себе каллиграфия требует очень тонкую, как говорится, гармонию. Вот так. И когда уже начинают наши ученики, когда начинают выбирать один из каллиграфий, каллиграфия тоже имеет свою степень, например, первый стиль, второй стиль, третий, как в школе. На одну стиль можно где-то заниматься где-то месяца полтора или два, если хорошо подход. Среди всех направлений исламского искусства наибольшей популярностью пользуется каллиграфия. Согласно изречениям пророка, каллиграф, которому удастся переписать красивым почерком Коран, попадет в рай. Каллиграфия начала развиваться еще в раннем исламе и достигла своего совершенства во времена Османской империи. Популярная поговорка тех времен гласила, Коран был открыт в Мекке, прочтен в Египте и написан в Стамбуле. Сегодняшний день в мире есть много школы каллиграфии, самых известных, например, в арабских странах Сурья. И Турция тоже имеет свое влияние этому профессию. И Узбекистан. Узбекистан является вторым местом в мире, что по арабской письменности. И как вы видите, и как мы знаем, основные наши узоры, наши надписи в арабском стиле. Украшения на флагах, рисунки на национальном атласе, голограммы на тюбетейках – все это примеры национальной школы каллиграфии. Мухаммад говорит, что до прихода каллиграфии в Среднюю Азию имелось семь стилей письма. Мастера Древней Бухары изобрели восемь стилей. А сейчас уже в мире насчитывается 114 способов написания арабской вязи. В международном сообществе нашего отца при ЮНЕСКО признали экспортом сеньор. Это является, что наш отец по каллиграфии основал новые стили. Стиль ИСЛИМИ называется. Каждый узор должен читаться. К примеру, в 1999 году в всемирном каллиграфическом соревновании моего отцу признали титулом «Звезда Востока». Хабибулло Салих – художник-каллиграф мирового уровня. Он учитель и отец Мухаммада. Мастер за свою карьеру отреставрировал больше 40 мемориалов, мечетей, медресе. Большинство из них оформлены в стиле ИСЛИМИ, придуманным мастером Хабибулло. Сегодняшний день дано нам возможности по всем профилям возрождение историко-культурного наследия. Возрождение каллиграфии, а каллиграфия сама передает мысли, не говоря. Это называется логограмма. Каллиграфия на бумаге осуществлялась с помощью тростникового пера. Мастерить тростниковое перо и готовить разные чернила – тоже целое искусство. Каллиграф настойчиво и терпеливо изучал написание различных букв, прежде чем учитель позволял ему поставить свое имя под надписями. И наши предки дали нам знать, наши учителя, гармонию, красоту и мудрости. И красиво, и можно было узнать чего-то. Медресе является центром обучения. Значит, узоры надписи должны призывать к обучению, призывать к знанию, призывать науку. Сегодня искусство каллиграфии вызывает интерес в современном Узбекистане. Молодые художники учатся в школе каллиграфии Хабибуло Салиха. Этих ребят ждут древние рукописи, которые они впоследствии перепишут и сохранят их для фонда страны, где уже хранится около 10 тысяч видов каллиграфий.